всем доброе утро сегодня у нас четверг 12 сентября начинаем наш утренний обзор как всегда с вами аналитик трейдер кирианца владимир и круп трейдеров картель начинаем с фундаментального анализа после обзора можете писать какие-то комментарии также написать какие пары вы хотели рассмотреть дополнительно ну соответственно приглашаю на свой курс ссылка на курс будет после обзора ну что ж начинаем начинаем с фундаментального анализа смотрим какие события у нас были вчера и которые у нас действительно повлияли на рынок много данных вышло по сша принципе все в зеленом мы посмотрим как действительно это среагировала на рынок форекс и на другие рынки изменения запасов нет и что же хочу сказать запасы упали ожидали минус 2 и 6 получили 6912 принципе нет даже вверх но что-то реакция не было понятно в данной ситуации но на мой взгляд нет должна скорректироваться и взять движение все-таки по данному выходу новостей что у нас сегодня сегодня много данных было япония япония вышла в зеленом что касается дальше дальше индекс привести цен по германии но самое важное это решение процентной ставки вот эта ставка не менялась фактически если посмотреть ставка решение процентной ставки если посмотреть то мы фактически вот шестнадцатого года ничего не меня отклонения вот поэтому здесь но хочу сказать поставка депозита это не основная ставка процентная чисто депозиты уменьшаются на минус 05 то есть все ждут конечно эту ставку понятно какая будут реакции не очень понятно если бы эта ставка менялась именно решение процентной ставки здесь бы не была какая-то реакция но данной ситуации посмотрим реакцию выйдут данных много по сша и принципе инфляция почему нам интересно этот индекс он основной индекс для принятия решения снижения процентных ставок мы знаем идет торговая война между китаем и сша правда сейчас есть какое-то потепление санкции отложили на две недели в общем все как бы идет какому-то положительному решению и возможно будут переговоры в октябре но в данной ситуации действительно очень важно что вот здесь какие индексы вы или выйдут на не на этом же уровне и вы с каким-то повышением инфляция или вот и здесь очень важно наблюдать что же здесь произойдет ну и соответственно последнее это пресс-конференция 1530 мария драги но мы знаем что будет меняться скоро будет меняться председатель ецб вот но данной ситуации пока такая ситуация на фундаментальном рынке теперь переходим на графике и начинаем соответственно с индекса доллара мы смотрим индекс доллара у нас идет вверх вот его позиция поэтому все пары принципе должны идти вот здесь хорошая была наша один красивая ситуация видим очень хорошо что здесь можно если кто-то торгует индексом доллара мы сегодня покупаем идем дальше евро 57 процентов индекса доллара хочу сказать у нас варианты покупок и я принципе рассматриваю так называем выход с коридора и соответственно на коррекции вход по ложному пробою принципе я рассматриваю продажи почему продажи потому что вот фактически видно что мы закрываемся ниже мне ничего не говорит о том что нужно здесь что-то покупать пока на данный момент такая ситуация идем дальше пункт фунт мы видим другую ситуацию почему потому что мы видим вот такую ситуацию мы видим выше выше раз мы видим выше наша задача подхватывает движение любые коррекции которые будут происходить я говорил можно конечно рассматривать какие-то покупки но лучше отсюда купаться идем дальше следующая пара audi audi мы видим что мы видим закрытие ниже закрытие фактически было ложный пробой закрытие ниже что можно сказать будет покупка я говорил что можно пробовать покупки с небольшими лотами вот в принципе наш сценарий что здесь произошло обратите внимание что мы получили мы получили следующую ситуацию мы получили движение вниз движение вверх и вот наша точка входа вот наша точка входа которую мы получили в принципе здесь покупки как сейчас покупать цена отлетела где-то 15 пунктов в принципе если она сделать небольшую коррекцию можно входить сделки но сегодня по ауди покупки идем дальше называть 2 сырьевая пара здесь ну что хочу сказать здесь действительно или надо переносить уровень вот вижу что здесь вот вот ставить сложно конечно вот если действительно мы видим вот такую ситуацию зеркальную можно взять как бы как свежий уровень мы фактически стоим четыре дня но не просто стоим четыре дня на d1 почти неделю поэтому переносим уровень старым 6404 круглый уровень и смотрим его реакцию мы видим четыре дня стоим выше почему мы здесь поставили уровень давайте посмотрим может быть что то есть и на неделях правда на неделях мы видим все таки развороты были здесь чуть чуть выше в данной ситуации но надо мы видим свежие то есть мы видим зеркалку подтверждение как бы считаем что на этом на этой зоне 0 6404 скопление а сейчас в принципе мы понимаем что здесь мы нам нужно покупать а не продавать если мы таким образом идем вверх соответственно здесь уже все понятно тогда мы сегодня так же как и audi будем искать покупки искать покупки вот в этом движении пока вот переставил этот уровень да я все-таки считал что здесь как бы на каком-то это но вижу что цена действительно ставит какой-то уровень и мы принято было решение все-таки поменять активно ли будет движение здесь время покажет что касается активности мы видим что не активен а не активно пара 40 пунктов вот то есть мы видим фактически есть какая-то зона в которой стоит цена здесь можно входить на лимитных ордерах а можно принципе использовать нормальные стандартные так называемую зону 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 где стоит цена вот фактически сейчас стоит цена в диапазоне порядка 25 пунктов выход с таких вот зон лучше всего делать можно такой вариант в принципе на лимитном мордере но если мы работаем от зоны выход зоны нам скажет куда мы пойдем дальше то есть это мне кажется вот этот вариант более лучше почему потому что мы понимаем что здесь идет а какое-то накопление сил для того чтобы выйти мы стоим три дня вот три дня стоим фактически в одной зоне поэтому вот на сегодня я бы рассмотрел все таки вот вариант именно выход зоны соответственно стоп мы прячем за зону и заходим берем движение куда мы идем здесь можно рассматривать разные варианты в принципе ближайший вариант это ближайший разворот вот на этой зоне это зона 6486 но пока вот такая ситуация на рынке вон на в зеванской валюте то есть выход с коридора идем дальше следующая пара это золото что хочу сказать по золоту золото я говорил что в этой зоне будет попытка развернуться есть сложные пробои есть закрепление сегодня цена пытается идти вверх вот мы видим наш один эти продажи как бы можно было рассматривать на небольших движениях но данной ситуации вот сейчас как бы золото идет каком-то тоже боковике принципе ждут какие-то события и достаточно кому-то сделать крупную покупку чтобы двинуть золото поэтому по золоту пока продажи не рассматриваем сегодня было открытие выше уровня вчера было закрытие выше уровня но вот в принципе это мне как бы подсказывает что здесь возможно будут какие-то какие-то развороты золото может пойти вверх в данной ситуации идем дальше следующая пара доллар-свейцарский франк здесь интересно здесь мы рассматриваем только покупки в этих движениях и соответственно здесь мы видим что цена подходит к определенному уровню сопротивления до уровня сопротивления остается буквально где-то 15 пунктов и потом возникает вопрос вот этот уровень мы ждали два варианта первый вариант был такой второй вариант вот он цена ушла на 30 пунктов но не вернулась назад в принципе вот этот вариант у нас выполнился то есть мы увидели ложный пробой но это чисто на уровне Америки где мы сейчас стоим интересно нам покупать нет не интересно нам нужен или откаты нужно какое-то движение просто хочу сказать здесь пока я даже ничего не рассматриваю если цена действительно пойдет вверх то здесь надо смотреть ее реакцию продавать рано потому что потому что мы понимаем что здесь еще видим вот такую ситуацию что же мы видим мы видим что цена подходит к уровню покупать нужно было отсюда продавать нужно когда мы поймем что цена действительно здесь закупилась поэтому сегодня по должности царскому франку я бы пока ничего не делал идем дальше доллар иена доллар иена у нас все в покупках то есть здесь четко у нас было четкое направление мы четко по нему шли в принципе видно хорошо что здесь покупатели очень хорошие покупатели и на коррекциях мы покупаем вот в принципе такая ситуация по и не любая коррекция нам позволяет двигаться вверх что мы видим сейчас мы видим так называемый уровень который образовался любая коррекция которая сюда произойдет мы соответственно на ней пока покупаем то есть по доллару е не видно четко что мы только рассматриваем покупки USDCAD USDCAD мы смотрим смотрим что мы видим на таймфрейме D1 USDCAD мы видим как цена отбилась от этого уровня вот возникает вопрос USDCAD продавать только покупать я думаю всем понятно почему покупать вчера была рассматривалась покупка просто не было ложного пробоя не было ложного пробоя цена просто не дошла до уровня возможно вот в данной ситуации видно хорошо что цена пыталась подходить здесь от него отбилась можно ли немножко скорректировать уровень давайте посмотрим вот тут было действительно бывает часто вот я думаю было бы более правильно 1.31.410 сейчас мы его просто перенесем туда вот этот параметр даже вот скопируем и соответственно вставим в H1 значит уберем этот уровень вот его и немножко скорректируем что нам это позволит соответственно да вот позволит уже рассмотреть более детально да здесь у нас есть сложные пробои вчера были удары и вот даже вот видно хорошо как стал уровень даже бывает вот часто и видно если цена начинает вот биться вот даже вот чуть-чуть сдвинешь вроде уровень то есть сложные пробои не то что есть подгон есть когда цена начинает делать чуть-чуть смещает уровень так часто бывает и вот задача видите идеально отработал но я это не увидел я это не увидел у меня немножко стоял уровень не так сегодня я его переставил вы наверное тоже его переставили и дальше будем смотреть как цена будет реагировать на эти уровни таким вот образом пока по данной паре что хочу сказать сейчас сейчас хочу сказать что мы Америка закрылась ниже сейчас мы пытаемся идти вверх но хочу сказать здесь я буду рассмотреть покупки ну и последняя пара нефть что можно сказать по нефти вот видно мы все таки на смотрим старший таймфрейм то есть Д да мы видим вот попытка была закрытие ниже и цена открылась ниже сейчас на данную ситуацию если кто-то торгует нефть мы стоим ниже уровня в принципе вот здесь были когда-то уровни возможно их надо уже убирать здесь много было очень у нас и пересматривать эти зоны это в принципе какие-то зоны в которых стоит цена можно начертить такую вот зону и в принципе смотреть ее реакцию реакцию ее реакцию на данные уровни вот в принципе такая вот ситуация то есть это и есть уровень старшая таймфрейма Д это рабочий уровень от которого отбивается цена вполне реально от этой зоны возможно цена нырнет вот в эту зону потом развернется и здесь в принципе будет такое вот движение это вполне реально может быть поэтому с нефти очень аккуратно вот в принципе то что я хотел рассказать на сегодня после обзора можете задавать вопросы также приглашаюсь на свой курс обучения всем спасибо завтра я обзор не провожу провожу его только во вторник во вторник в районе где-то 10 вы получите запись данного обзора